Сегодня мы будем проходить Второе Послание Коринфянам. Второе Послание Коринфянам, имея также увещевательный характер, апостолам Павлом увещается Коринфская община. Мы из Первого Послания знаем, что не так всё было просто в жизни Коринфской общины. Было много трудностей, непонимания духовного, церковного образа жизни. И апостол Павел достаточно подробным образом всё объясняет для заблудших коринфских христиан. И Второе Послание, достаточно такое обличительное по своему содержанию, он выражает и своё огорчение в адрес коринфских христиан, потому что они огорчили посланника апостола Павла. И очень завелось много лжеапостолов, которые всячески расстраивались своими раздорами, лжеучениями на жизнь коринфской общины. И апостол Павел был вынужден говорить о своей сокровенной жизни. Вот помните, в 12 главе, по-моему, или в 11 секундочку, не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю вне тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. Мы видим, что у апостола Павла была очень глубокая, насыщенная внутренняя жизнь, и она настолько была исключительно лично его жизнью, потому что он был особым избранником Божиим, это нужно понимать. И, конечно же, Господь давал ему особые откровения, и эти откровения ни в коем случае не должны были быть оглашаемы для всех, потому что они не являются вероучением церкви. То, что нужно знать для всех, то есть основы нравственности, основы вероучения, это было исключительно его восхищение до третьего неба, как он сказал. Он видел рай и слышал неизреченные глаголы. Ну вот, мы сейчас коснемся более детально каких-то отдельных выражений из этого послания, потому что послание все-таки состоит из 13 глав. Так вот, наверное, мы сейчас коснемся, вот в частности, такие есть слова, которые, я считаю, нужно объяснить. Это 1 глава, 22 стих. «Который и запечатлел нас, и дал залог Духа в сердца наши». Вот такие слова «залог в сердца наши», «Духа». Это значит, что есть какой-то залог, и этот залог от Духа Святого. И дается он каждому христианину. И нам известно, что он дается через таинство миропомазания, этот залог Духа Святого. И что же, какие же, скажем так, последствия имеет для нашей жизни залог Святого Духа в наших сердцах? Залог Святого Духа можно сравнить с семенами, которые Господь посеял внутри каждого человека. Конечно, мы не видим этих семян внутри себя, но мы всегда ощущаем какие-то светлые мысли, какую-то светлую расположенность с каким-то свершением, каким-то действием и так далее, и так далее. И вот все это является следствием прорастания вот этого залога семян духовных внутри самого христианина. Часто эти слова можно встречать у святых отцов относительно залога Святого Духа. Затем я хотел бы остановить во второй главе ваше внимание на 15 стихе. «Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизни. И кто способен к сему?» Вот в данном случае мы видим, что апостол называет христиан благоуханием Христовым. И, конечно же, мы тоже являемся христианами, но мы как бы оцениваем свою жизнь достаточно критически и как бы понимаем, что мы далеки от благоухания, далеки от того, чтобы благоухать. И, конечно же, наша христианская жизнь должна благоухать добродетельностью своей жизни, именно благочестием. И, конечно, этот запах благоухания добродетелей не всегда нравится мирским людям. И когда они пытаются как бы прислушиваться к нашему образу жизни, то иногда для них это смертоносный запах. Почему? Потому что он убивает этот запах Христового благоухания. Во-первых, всякий такой интерес к мирской жизни. Каждый из нас знает по личному опыту, что чем больше мы пытаемся жить христианскими заповедями, ценностями, то мы все больше и больше отходим именно от мирского образа жизни, мы теряем к этому интересу. То есть мирская жизнь в каком-то смысле как бы умирает для нас. И поэтому он в данном случае говорит об этом. Для чего он это говорит? Он говорит для того, чтобы каждый христианин понимал, что все-таки качество жизни христианской должно быть иным, не мирским, не тем, чем увлеклись тогда коринфские христиане. И вот третья глава, мы обращаем внимание, «Вы наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собой, что вы письмо Христово, через служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Здесь как бы другой образ апостол Павел предлагает для коринфских христиан и называет их письмом Христовым. Почему? Потому что на их сердцах как бы пишется, я бы сказал, современным таким вот словосочетанием, другая программа жизни, другой взгляд на жизнь. И как бы вот это является определенной ценностью, что мы можем носить внутри своего сердца именно христианские заповеди, христианский смысл и цели христианской жизни, что это неотъемлемая часть нашего человеческого существа, то, что вложено Богом внутрь каждого человека. И затем апостол Павел продолжает свою мысль и называет нас христиан-служителями Нового Завета. А вы знаете, в чем именно Новый Завет? Новый Завет уже апостол Павел говорил в Первом Послании к Коринфянам в крови моей. То есть мы знаем, что Новый Завет, он ассоциируется только с Таинством Евхаристии. Больше ничем не отождествляется Новый Завет. То есть Новый Завет – это даже не текст Священного Писания. Новый Завет в крови и теле Христа, то есть в Таинстве Евхаристии. И получается, что мы являемся именно служителями Нового Завета. А служителями Нового Завета быть – это значит служителями Христа, который воплотился в теле человеческом и присутствует в Церкви через Таинство Евхаристии. Мы должны служить этому мистическому воскрешему Христу, который является в своем присутствии через Таинство Евхаристии в Церковь Святой. И он сравнивает в данном случае Новый Завет с Ветхим Заветом. И в седьмом стихе, в частности, говорит, что ветхозаветное служение – это было служение мертвым буквам. Это достаточно резкое выражение, я бы сказал, потому что смертоносные буквы, о которых говорит апостол Павел – это те буквы, которые были написаны перстом Божьим на скрижалях каменных, и которые были дарованы Израилю в лице пророка Моисея. И здесь очень такая важная мысль. Он говорит о евреях, о их духовном опыте, начиная с 12 стиха. А, простите, даже... Вот, седьмого стиха, седьмой стих. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно... А вы же помните, когда мы изучали Ветхий Завет, насколько было действительно славным в вашествии, в вашествии, не сказать, пророка Моисея на гору Синай. И когда он сходил с горы Синай, то его лицо сияло, помните, да, этот момент? И когда взирали на пророка Моисея израилетяне, то они потупляли взор свой, потому что не могли смотреть на сияние, небесное сияние, которое исходило от пророка Моисея. Есть образ Моисея, такой очень неудачный образ в Ватиканском соборе святого Петра, где Моисей, нет, из вояний, большая, огромная статуя пророка Моисея. И как будто там два рога, помните, вот таких вот, с головы, два таких вот... Если человек не знает, не знакомый с мистической традицией христианской, то он будет недоумеват, а что это за рога вот именно на голове пророка Моисея. То есть именно автор этого извояния считал, что они должны выражать небесное сияние, которое исходило от пророка Моисея. В этом случае мы видим, насколько неадекватно передает именно скульптура христианскую, мистическую, мистический опыт. Вот, почему мы, в принципе, в православной церкви не используем скульптуру, мы используем только икону. И, конечно же, мы отказываемся от живописи. Конечно, присутствует в крамах православных живопись, я имею в виду реалистичное изображение святых или спасителя, но изначально и идеально все-таки изображение в символах, символическое изображение каких-то евангельских сюжетов, имейте в виду Андрея Рублева письмо, там, Феофана Грека и так далее, и так далее. Потому что там возможно изобразить именно небесный свет, потому что изображается на золотом фоне и так далее, и так далее. Вот, ну, это как бы отдельная тема, но я просто хотел в данном случае для внятности привести вот такой вот образ. И читаем дальше. «Не могли смотреть израильтяне на лице Моисеева по причине славы лица его приходящей, то есть пророк Моисей, во-первых, сам человек приходящий, то есть понятное дело, что он не остался жить вечно. И, конечно, его смерть, в ней сказать, жизнь его была опутана глубокой тайной, но не только жизнь, но и смерть, как нам известно, что сам Господь предал его погребению. Вот, и никто не знает могилы его, то есть он настолько был необычным человеком для израильского народа, особым богоносцем был. Вот, и тем не менее, вот слава лица его все-таки была приходящей славой. То есть это то, что могло только на какое-то время посещать человека в Ветхом Завете. То есть не мог носить внутри себя Ветхозаветный человек постоянно благодать Божией, славу Божию. И, конечно, мы немножко поговорим об этом позже в главе, когда будем говорить в 12-й, о таком мистическом опыте апостола Павла, но пока я просто хочу, чтобы вы на это обратили внимание. 11-й стих. «Ибо если приходящее славно, тем более славно пребывающее». То есть пребывающее – это имеется в виду вечное. 12-й стих. «Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал, покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их, но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». О чем в данном случае говорит нам апостол Павел? Дело в том, что он полемизирует с теми христианами, которые сохраняли некую верность, как мы уже тоже об этом неоднократно говорили из предыдущих посланий, деяния апостольских, о том, что были так называемые иудеи-христиане. И вот иудеи-христиане, они считали, что должны христиане все соблюдать, помимо христианских заповедей, также иудейские законы. И вот в данном случае полемизирует апостол Павел с такими иудеи-христианами, которые заводили в заблуждение христиан, которые были из язычников, и он говорит о том, почему он с герзновением вообще говорит, вот как в 12 стихе, потому что во Христе стало вообще понятно, именно во Христе стало понятно, почему в Ветхом Завете совершалось Богом то или иное действие по отношению к израильскому народу. И вообще вот Ветхий Завет, он непонятен сам по себе. Вот сам по себе, что я имею в виду? Если бы Христос не пришел, то тогда был бы непонятен вообще Ветхий Завет. Особенно если мы смотрим с точки зрения уже христианского сознания, потому что мы-то живем все-таки в христианском мире, вот элементарно начиная с того, что время у нас от Рождества Христова. Мы же живем, скажем, временную эпоху именно по Рождестве Христову. То есть был мир до Рождества Христова, и сейчас по Рождестве Христову. Это значит, что человечество на протяжении двух тысяч лет именно осмысляло все христианские ценности, которые были предложены именно Спасителем для нашего спасения. И когда мы читаем Ветхий Завет, мы удивляемся, мы смущаемся многим вещам, думаем, Господи, а зачем же это все нужно было? Вы же помните, сколько там страстей и всяких вот этих жертвоприношений всевозможных и так далее. Это все очень запутано для человека, живущего в наше время. Он говорит, а вот я читаю Ветхий Завет, говорит, я ничего не понимаю. Почему это? Зачем это все нужно было? Мы уже настолько перевоспитаны Евангелием, что мы просто не можем этого понять. Но если мы поставим именно Ветхий Завет в такой тесной органической связи с Новым Заветом, или, вернее сказать, Новый Завет поставим в связи с Ветхим Заветом, то мы начнем проникаться мыслью, что именно для чего был Ветхий Завет. Помните, как апостол Павел говорит, что Ветхий Завет был педагогом, педагог-детоводителем, то есть буквально перевод с греческого языка, педи-го-ги, то есть тот, кто ведет дитя. И в данном случае Ветхий Завет, это именно была такая вот педагогика, подвести ко Христу. И, конечно же, а педагог, как нам из... Знаете, вот есть такие выражения, которые мы достаточно часто слышим, что тяжело в учении, но зато легко в бою. Или мы говорим, что грызем гранит науки. Это значит, что вообще педагогическое поприще достаточно тяжелое для человека, потому что ему приходится осваивать какие-то новые истины, открывать для себя какой-то новый взгляд на жизнь и так далее, и так далее. Все это дается человеку непросто. И Ветхий Завет, это была школа. Школа, как нам известно, нам нравится только тогда, когда мы ее заканчиваем. А пока мы учимся в ней, то мы большей частью страдаем и воздыхаем, когда каникулы наступят и все такое. И вот, конечно же, Ветхий Завет, это было действительно время школьное, тяжелое. И евреи, они просто не понимали, что на самом деле все это значит. Но они исполняли почему? Потому что все это было дано при особом, каком-то таком ярком, ярко выраженном откровении Божьем. Достаточно вспомнить Иудейскую пустыню, когда вышли евреи с Египта. Помните, какими знамениями сопровождалось это все? Помните, как впереди еврейского народа шел огненный столб ночью, облачный столб днем. И все это, конечно, было чрезвычайно впечатляюще на душу человека. И, конечно, этому нельзя было не доверять. То есть они как бы доверяли с одной стороны, но с другой стороны этого не понимали. Это, знаете, как могут дети впечатляться действиями взрослых людей? О, да, действительно. Но не понимать вообще, что это такое? Для чего это? Хотя это действительно впечатляет и завораживает. И вот эти обворожительные действия Бога, ну, в лучшем смысле этого слова, не кубальным, а в таком, скажем, эмоциональном, они, конечно, имели огромное значение на еврейский народ. И все это, конечно, передавалось из поколения в поколение, тем более это все фиксировалось с текстами Священного Писания. И вот когда они читали Слово Божие, евреи, они до сих пор, если вы обратили внимание, когда евреи читают Священное Писание, то они, мужчины, покрывают голову, значит, именно таким платом, покрывалом. Вот, и вот это покрывало, понимаете, оно и в переносном, и в буквальном смысле этого слова покрывало. Значит, в буквальном смысле то, что оно лежит на голове человека, и оно вот так вот свисает и спереди, и сзади. Он как бы зашорен такой, знаете, вот еврей, который читает, вот это, и, конечно, он как бы не видит ни перспективу, как бы ни по сторонам ничего, он только вот читает вот этот текст, это вот буквально. А в переносном смысле вот это чтение, оно ни к чему человека не приводит. То есть он просто читает этот текст, но текст изначально, он именно человека готовил к чему? К тому, что придет Мессия, придет Спаситель. А они до сих пор, как нам известно, ждут Мессии, потому что они Христа не приняли, а не отвергли нашего Спасителя. Более того, нам известно, каким образом это произошло. То есть они распяли Христа цинично, жестоко, и, ну, это все очень как бы нам ярко известно. И в данном случае апостол Павел говорит о том, что все то, что совершают евреи, они не видят. Вот именно цели и смысл этого. И поэтому он говорит с дерзновением, потому что он знает, о чем он говорит. И есть такие слова, которые скажет апостол Павел, мы их прочитаем, что Сын Божий является образом невидимого Бога. Сын Божий. Так вот, сейчас я процептирую. Ладно, так попозже, чтобы не останавливать на этом внимание. Так вот, далее апостол говорит в такой вот тесной очень связи, в 4 главе, продолжая вот эту идею света, света, славы, сияния, святости, потому что Бог, повелевший... А, вот простите, вот 4 стих 4 главы говорит о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Нам же известно, что для еврея увидеть Бога, это значит умереть, потому что сам Господь сказал, никто не может меня видеть и остаться в живых. Потому что сияние Божества, оно смертоносно было для человека в Ветхом Завете. То есть оно настолько потрясало просто вот человеческое существо, что человеческое существо не могло выдержать сияние Божества. Просто не могло. Это было... Знаете, вот как мы не можем выдержать какого-то избытка света, даже физического, потому что оно ослепляет человека. То есть свет для нас, в принципе, тождественен жизнью, потому что мы знаем, нет, не будет света, все будет в темноте, в мраке, вечная ночь, вечный холод и так далее, и так далее. Но вот понимаете, как тело человека, оно должно иметь температуру 36,6, вот это какая-то норма тепла внутри человека. А если оно больше или меньше, то это уже, скажем, для человека является опасностью для его жизни. И мы видим, он далее говорит... Так вот, простите, сбился с мысли, что Христос, Он является образом невидимого Бога. То есть через креста человек начал видеть Бога. И более того, помните, апостолы говорили, что мы вам говорим о том, кого видели глазами своими, слышали ушами своими и осизали руками своими. То есть Бог стал человеком. Для чего? Для того, чтобы человек стал Богом. То есть Бог настолько стал человеком, насколько человек должен стать Богом. То есть вот эта, понимаете, мера такого вот единства между Богом и человеком во Христе, для нас открылась другая перспектива. Человек может прикасаться к Богу, он может соединяться с Богом, он может быть очень близок к Богу. И все это через Христа, который стал образом невидимого Бога. И он продолжает в 6 стихе говорить, «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Вообще вот эта тема света, мы видим, что и тот свет, который тогда воссиял, когда только начинался вообще тварный мир, когда все вот то, что мы сейчас имеем, все в основе своей имеет цветоносную природу, потому что именно в свете человеческая жизнь проходит, в свете Господь являетесь. Свет, свет, свет — это все то, вот самое, скажем, самое, я бы сказал, даже с точки зрения физики, это самая большая скорость физического взаимодействия. То есть вот светоносная природа, она самая быстрая природа. То есть нет ничего быстрее, сверхсветового ничего в этом мире нет. Если в физическом измерении рассматривать существование этого мира. И вот что человек через правильный духовный опыт, он должен приобщаться к этому свету настолько, помните, он сказал «я свет миру», настолько приобщаться, что он сказал «вы свет миру». Это значит, что через приобщенность к этому первосвету, который является источником всякого света, мы тоже становимся светами. И понимаете, вся как бы проблема нашего человеческого христианского существования в том, что мы воспринимаем христианские ценности, добродетели, как нечто, нечто такое, что имеет отношение только к святым людям. Но опять-таки Господь же обращается ко всем. Другое дело, что мы настолько живем жизнью, отчужденной от Бога, что для нас это становится уже неосуществимой перспективой. Для нас это кажется совершенно чем-то нереальным и так далее. Ну ладно, сейчас мы продолжим все-таки дальше. Апостола Павла, рассуждение. Но сокровище сие, то есть залог Святого Духа, то есть вот эти основы именно духовной жизни, мы носим в глиняных сосудах. А что такое глиняные сосуды? Это смертоносные тела наши. То есть мы-то умираем. Вот наши тела, они настолько слабы, наши тела, что преизбыточная сила была приписываем Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемые, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимые, но не оставлены. Не залагаемые, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса Христа, чтобы жить. Жизнь Иисусова открылась в теле нашей. И далее я уже как бы не буду цитировать, чтобы мы могли поскорее как бы закончить это послание. Только скажу, что все те испытания, которые Господь нам посылает в нашей жизни, то опять-таки для того, чтобы человек не делал жизненного акцента именно на своей личности. Почему мы часто как бы ломаемся? То есть как бы происходит какой-то надлом в жизни, в личности человека, потому что человек пытается построить свою жизнь как бы на своем стержне, на себе самом, понимаете? То есть он как бы делает себя несущей конструкцией всей своей жизни. Именно в этом проблема. Человек не должен делать несущей конструкции самого себя. Потому что человеку невозможно эту жизнь прожить правильно, правильно, уже с теми последствиями греха, в которых он оказался после грехопадения. То есть мы настолько ослаблены грехом, мы не тот человек, который был раньше. Вот тот, который, имеется в виду, был до грехопадения. И Господь дает человеку испытания, дает всевозможные трудности и так далее, и так далее. Но все эти испытания, все эти трудности, опять-таки, споспешествуют ко благу человека. Все равно, если мы будем испытывать, переносить эти испытания, то в какой-то момент мы почувствуем, как благодать Божия присутствует внутри нас. Об этом апостол Павел скажет, что в немощи человеческая сила Божия совершается. Вот что такое немощь человеческая? Кто знает, что такое немощь человеческая? Немощь человеческая – это наша вся жизнь. Но почему именно вот в немощи человеческая сила Божия совершается? Почему именно не в силе человеческой совершается сила Божия? Почему? Потому что когда человек говорит, что я сильный, я достойный, я способный, талантливый и так далее, то как вот в таких условиях может проявиться божественная сила? Вот как она может проявиться? Она не может проявиться по той причине, что человек, даже если Господь проявит себя как-то в этом человеке, то он обязательно это объяснит именно своими способностями, своей одаренностью. И в результате он унизит божественное присутствие внутри себя. То есть, а когда человек немощен, ну ведь понимаете, кто Бог по отношению к нам? Он по отношению к нам отец. А раз он отец, значит, он будет всегда руку подавать. Знаете, как бывают дети разные, вот, и бывает так, когда вот ребенок какие-то первые свои делает успехи в чем-то, и когда родители еще чувствуют, что нужно в чем-то все-таки помочь, то он говорит, нет, я сам. Вот это я сам, понимаете, оно является достаточно таким вот затяжным в жизни человека. И в каком-то смысле человек не нуждается именно в присутствии Бога в своей жизни. Он говорит, я сам, а зачем мне Бог? Я все могу сам, я все могу сам. И, конечно, если человек может сам, то это называется, знаете, самость. Есть даже такое выражение, святоотеческая самость. Вот эта самость, она переведена на греческий язык как эгоизм, эгоцентризм. У нас он имеет положительный оттенок или отрицательный? Вот вообще эти слова. Отрицательный. Потому что вот этот эгоизм, понимаете, он всегда настолько сам, вот эгоцентризм особенно, вот оно очень хорошо в данном случае, это слово объясняет вот эту самость. Когда центром мира, центром мироздания является я сам. То есть в данном случае это вообще природа гуманизма, вот именно гуманизма того, который был создан именно в эпоху просвещения, так называемый Ренессанс, Возрождение. И вот эта именно система ценностей, которая до сих пор транслируется в нашу жизни, называемая это европейскими уже ценностями, нужно заметить, что какую деградацию переживают эти европейские гуманистические ценности в наше время. Как замечательно один из философов нашего времени отметил, он сказал, что все началось с возрождения с гуманизма, а закончилось банально гомосексуализмом. Почему? Потому что в центре мира существует вот это я сам, а значит и мои собственные желания. То есть моим желаниям никто не должен препятствовать. И если у человека появляются какие-то противоестественные импульсы, вот, скажем, к однополым связям, то человек будет эти однополые связи вполне считать естественными, потому что они мои, это мое желание. А все, чего мне хочется в жизни, то, значит, позволено, то я могу допускать. Поэтому апостол Павел здесь еще очень много рассуждает о теле, вообще, в нашем человеческом теле, он говорит, «Ибо знаем, 5 глава, 1 стих, что когда земной наш дом, это хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный, оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». Имеется в виду тело другое. То есть, «Только бы нам и одетым не оказаться ногами», то есть, «без добродетелей, ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью, на сие самое, и создал нас Бог, и дал нам залог Духа». Получается, вот человек, понимаете, с точки зрения какой-то вот такой физической перспективы, это плесень на поверхности Земли. Вот так вот посмотреть, понимаете, что собой представляет человек. Есть же организмы, скажем, биологически более сильные в сравнении с человеком, правда ведь? Вот взять, скажем, чего стоит только там какой-нибудь слон или крокодил. Вот что человек в своем биологическом, в своих биологических возможностях представляет на фоне этих сильных животных. Он, понимаете, ничего, он безоружен. Но вот Паскаль называет человека, вот в этом, так сказать, таком вот биологическом ничтожестве, называет мыслящим тростником, мыслящий тростник. Вот человек тростник с точки зрения своей биологической перспективы, но с точки зрения именно потенциала внутреннего, который в нем есть, он мыслящий тростник. А это значит, что, понимаете, он настолько является сильным, крепким существом. И поэтому мне хотелось бы здесь подчеркнуть, что апостол Павел говорит, вот эта хижина, земной наш дом, который вот скудельничий сосуд, глиняный сосуд, все это, конечно, оно очень, это убожество. Вот. И, а с другой стороны, мы видим, что творится именно с людьми, которые проповедуют так называемые европейские ценности. Они вот все делают для того, чтобы культивировать. Они говорят, вот основная ценность для человека – это сексуальность, например. То есть получается, вот эта половая, понимаете, сторона, которая является всего лишь, скажем, особенностью биологического вида. Вот все, собственно, животные имеют сексуальность. Но вот это сейчас почему-то подчеркивается как какое-то достоинство человеческого существа. И апостол Павел говорит вообще о других вообще вещах. Он говорит настолько о каких-то вещах, которые для современного человека просто непонятны. Просто непонятны. Вот когда сейчас говорят о христианских ценностях, о заповедях Божьих, что это такое вообще современный человек? Господи, для чего это вообще нужно? С чем это вообще едят? И, понимаете, если рассматривать именно христианские ценности на фоне вот этой жизни, временной жизни, то они действительно, они утопичны. Почему? Потому что что предлагает христианская ценность? Смирение, кротость, терпение, любовь, снисхождение, уважение и так далее. А разве, понимаете, вот с точки зрения мирской, с этими ценностями построишь бизнес? Или там какие-то, понимаете? Нет, нужно быть наоборот вот таким, понимаете, железной леди там, понимаете, крепким орешком нужно быть, то, что мы сейчас слышим. И получается, что, ну, человек-то раньше, он всегда воспринимал жизнь по-другому. Он понимал, что жизнь, она смертна. Ну, сколько бы, да, понятное дело, что мы живем и должны что-то делать в этой жизни, потому что мы должны как-то иметь попечение о плоти, как говорит апостол Павел, но не превращать его в кохоть плоти. Но потом-то все равно смерть. Все равно мы ляжем именно в мать, так сказать, сыру землю. И вот для современника нашего непонятно, потому что воспитывается вот этот вкус комфорту. Вот, понимаете, он настолько уже развит, этот вкус, что если человек не получает дозы комфорта какого-то, он считает, что жизнь его прошла мимо него. Он чувствует себя обиженным в жизни, он чувствует, что вот жизнь в него не состоялась. И поэтому такой человек вряд ли сможет это понять. Я имею в виду христианские добродетели. И зная страх Господень, быть угодными Ему, это все, конечно, очень сложно для нашего современника. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Это 16 стих 5 главы. Вот вы знаете, когда говорит апостол Павел эти слова, что знали Христа по плоти, а ныне не знаем. Имеете в виду, что... Далее он еще скажет такие слова, что я не хотел бы знать ничего, кроме Христа воскресшего. То есть вот это Христос не по плоти, это Христос воскрешен. Но опять-таки это не значит, что Христос без плоти. Мы-то знаем, что Он воскрес и что? Он вознесся именно с плотью своей. Но идет речь именно о том, о том качестве жизни Христа, которые мы получаем через таинство, через таинство Евхаристии. То есть вот этот мистический Христос, который приходит к нам в нашу жизнь, уже из тройственной жизни, из тройственной жизни, помните, Он же вознес тело человека, во славу Отца сел, одесну и Отца. И вот Он приходит к нам оттуда, из этого троического общения Отца Сына и Святого Духа, именно в таинствах, и приобщает нам, нас приобщает именно к этой духовной жизни. Наша душа наполняется вот этим неотмирным миром, спокойствием и так далее. И вот здесь апостол Павел об этом говорит. О чем еще можно сказать? Так, я думаю, что... Ну вот, наверное, седьмая глава, в десятый стих. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Вы знаете, печаль по Боге и печаль не по Боге. Мирская печаль. Чем она отличается? Конечно, печаль по Боге, это, знаете, вот такая печаль, которая человека держит в состоянии какой-то неудовлетворенности этим бытием. Человек постоянно ощущает необходимость в том, чтобы именно впитывать, впитывать и еще раз впитывать духовную жизнь. Но он чувствует, что он как бы ограничен в своей возможности, потому что он настолько обращен на себя, обращен на какие-то материальные ценности и так далее. И вот он в какой-то момент все-таки чувствует. Каждый из нас, наверное, верующих людей переживал эту печаль по Богу. Думаю, что как же так? Как бы мы понимаем, в чем наша цель, а, к сожалению, мы как-то живем неправильно, не так, как хотелось бы. А печаль мирская – это та печаль, которая ведет человека к отчаянию. Помните, что происходит в человеке. Он отчаивается, он приходит в уныние, такой человек. Такой печали не должно у нас быть, потому что она равноценна смерти, такая печаль. Вот. Вот еще такие, наверное, слова здесь, мне кажется, седьмой главы второго стиха «Вместите нас», говорит апостол Павел. Понимаете, апостол Павел как бы говорит, что «я вас огорчу». Почему? Потому что он читает нравоучения определенные коринфским христианам. Вы же читали, знаете, о чем идет речь. Потому что он как бы их поучает и говорит, что вот не так, не так, вот нужно так. И поэтому говорит «вместите нас». Вместите нас. То есть примите, как бы откройте свое сердце для нас. «Не в осуждении, говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так, чтобы вместе и умереть, и жить». Вот. То есть он говорит, что вы в моем сердце, и вы тоже примите и нас в свое сердце. Конечно, это нелегко всегда бывает, потому что мы люди разные. И вот это именно... Знаете, я бы сказал вот что. Конечно, эту тему я отдельно хотел бы поговорить, но я сейчас только коснусь этой темы. Вот вы слышали такое слово «индивидум». Это достаточно такое частое... Это часто употребляемое слово «индивидум», философское понятие. Оно стало даже и, как бы, такой, скажем, и социальным термином. А вы знаете, какой эквивалент этому латинскому слову в греческом языке? Вот «атом». Вот «индивидум» — «атом». Вот на сегодняшний день, вот даже часто они не только говорят о людях... Вот народ, например, говорит «космос». Вот, когда народ... Вот много народа собралось, да? «Поли» — «космос». «Космос» — это мир. Вот. Имеется в виду мир, народ тоже еще. Но вот, и когда говорят «вот сколько человек?» «Посу атомис», то есть сколько человек. Имеется «атомис» — это люди. Но если именно эквивалент подобрать ему в латыни, то это «индивидум». А в чем именно, как бы, вот такая загадка этого слова? Это вот, это предел неделимости. То есть мы знаем, что «атом» в переводе с греческого языка «неделимый». Это значит, что вот человек, вот, вот все, это вот, он неделим дальше. А мы же знаем, что произошло деление, помните, однажды, в раю. Что сделал Бог с Адама? Какую он хирургическую операцию сделал? Да, он извлек Еву из Адама. Вот, в каком-то смысле он клонировал ее из Адама. Ну, это, конечно, правильно нужно понять, что клоны в переводе отросток, но это только Бог может клонировать. Вот, это однажды он это сделал. Вот, в каком-то смысле и Христа, вот, Дева Мария, но опять-таки не в том смысле, вот, как это сейчас там, богохульно говорится и так далее, потому что он-то без семени мужского Христос. Он только, значит, из плоти Марии, Девы Марии. Вот, и вот человек дальше не делится, дальше он не делится. Вот, то есть, если вот Адам, он мог, вот, его можно было разделить на две части, Бог это сделал. Вот уже дальше делить невозможно человеку. Предел делимости человека. И вот, вот, вот это воссоединение, воссоединение полноты, оно, конечно, достигается и в браке, и в церкви через таинство, через таинство причастия. Вот мы достигаем таинство причастия, мы едиными становимся через таинство причастия во Христе. Мы становимся церковью, телом Христовым. Поэтому, если некоторые скажут, ну вы знаете, а вот только в браке, а в монашстве это невозможно. Нет, возможно для всех людей. Почему? Потому что во Христе через таинство причастия мы становимся причастными Христу, а значит, мы становимся едиными с Ним. Значит, происходит воссоединение одновременно со всем человечеством, потому что Христос воссоединил себя со всеми людьми, со всем миром. И вот это вместить, вместить, понимаете, открыть себя для других, соединиться с другими людьми. Ведь, понимаете, мы не хотим никого пускать в свое сердце. Вот в лучшем случае мы пускаем кого-то в свое сердце, но этот кто-то, вот, он именно из нашей оперы, понимаете, то есть это вот из нашей семьи. Вот это Маша, моя дочь, вот это Паша, мой сын, вот это мой любимый муж Василий, вот это да, вот я их пускаю в свое сердце, больше никого не пускаю в свое сердце. Вот, понимаете, а вот апостол говорит, и нас тоже вместите, дайте нам возможность войти в нашу жизнь. Вам и нам, вашу. Ибо вы знаете, восьмой стих, восьмой главы, не, девятый стих, восьмой главы, вы знаете благодать Господа нашего Существа, что Он, будучи богат, обнищал, обнищал ради вас. Обнищал, вот это имеется в виду, Он умалил себя. Да, вот нам известно, что вот этот кенозис, греческое слово, Господь настолько себя умолил, вот ради кого, ради человека, потому что Он свое бытие ограничил. Вот нам же известно, что человек, когда входит в этот мир, он входит в этот мир из маленького эмбриончика, вот маленький эмбриончик, понимаете, вот эмбриончик начинает расти, расти, расти. И в результате, что мы имеем, вот, какой результат в человеческой жизни. То есть, Он из ничего становится кем-то, а Христос наоборот. Он, будучи Сыном Божьим, Он умаляет ограничивать свое бытие, умалил, обнищал. Он вошел в нашу человеческую ограниченность, будучи Богом. И дабы вы обогатились Его нищетой, это просто прекрасные слова, понимаете. Вот, то есть, для чего Он стал одним из нас? Для того, чтобы нас приобщить к тому, кем Он является. То есть, вот Бог, Сын Божий, становится человеком, вот уже, понимаете, не слитно и не раздельно одновременно. Вот мы, понимаете, вот соединился Бог в человечество наше. Для чего? Для того, чтобы мы, приобщаясь через Его человечество, в Таинстве Евхаристии, могли обогатиться именно приобщенностью к Нему Божественной Жизни. И вот здесь именно об этом говорит наш святой апостол Павел. А не потому, чего немец. Так, здесь еще апостол Павел говорит о пожертвованиях на Иерусалимскую Церковь, чтобы коринфяне помогли бедствующей Иерусалимской Церкви. На то время Иерусалимская Церковь переживала, как бы, тяжелые времена и были лишены самого элементарного для своей жизни еды, одежды. И вот апостол Павел по своей любви к Иерусалимской Церкви собирал гуманитарную помощь для Иерусалима. И призывал коринфских христиан, в частности, чтобы они помогали. И приводит в пример македонских христиан. И вот здесь он как бы так еще говорит, очень важно для нашего вразумления. Так, получается, 8 глава, 13 стих. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Была равномерность. Ныне ваш избыток в восполнении их недостатка, а после их избыток в восполнении вашего недостатка, чтобы была равномерность. Как написано, кто собрал много, не имел лишнего, и кто мало, не имел недостатка. Помните, в Синайской пустыне происходило, когда евреи собирали манну, помните? А здесь он говорит о том, что как бы не нужно так чрезмерно заниматься жертвенностью, чтобы вам было плохо, чтобы была равномерность. Помогите ими, чтобы вам было хорошо. То есть восполните их недостаток в какой-то момент, а они восполнят ваш недостаток. То есть это такой вот очень трезвый, здравый подход к тому, чтобы заниматься благотворительностью и милосердием. «Итак, перед лицем церквей дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами». Конечно, эти слова очень прекрасны. Он говорит о доказательстве любви. Вы понимаете? Вот я считаю, что отметьте эти слова, потому что мы говорим именно о любви и часто настолько делаем любовь чем-то абстрактным. Понимаете? Мы можем переводить любовь именно в плоскость каких-то чувств, там еще чего-то такого сентиментального. Но он в данном случае говорит, должно быть доказательство любви. Понимаете? Доказательство любви. Вот это очень важно, каждому из нас подумать, чем мы докажем свою любовь. И вот в данном случае он ставит в тесную связь именно доказательство любви, благотворительность и милосердие коринфских христиан. Чтобы можно было и ставить соответственный пример для тех, кто еще не вырос в какую-то меру христианскую. Об этом тоже апостол Павел здесь говорит. «При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением, не с принуждением, ибо доброходно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Как написано, расточил, раздал нищим, правда его пребывает вверх. «Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обелье, посеянную вами, и умножит плоды правды вашей». То есть мы, как бы, эти слова, в принципе, понимаем без комментариев. Так. Затем мы перейдем. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем». Это 10 глава, 3 стих. Понимаете, я как-то приводил уже слова о духовной брани, что у нас нет врагов во плоти. Наша брань духовная не против плоти и крови, а против духов злоба. Это значит, что у человека не может быть никаких врагов, которые во плоти, то есть людей имеют. Ничего, ни одного человека в этом мире мы не должны позиционировать как врага. То есть только духи злоба, они могут быть врагами для христиан. Потому что даже если он для нас враг, то для Бога он дитя, он его творение. А, следовательно, для Бога все любимы им. И, конечно, все дороги для него. Из-за каждого из человеков Господь пострадал. Поэтому, хотя мы и ходим по плоти, но не по плоти воинствуем. Это значит, что наша брань, она должна быть не плотской, а должна быть именно духовной. Мы должны только воевать против всякого духовного вражеского начала. Так. Вот о таких людях, понимаете, которые неразумны. Вот очень, знаете, это просто, я считаю, какое-то такое, знаете, точное выражение. Особенно для нас, современников наших, которые измеряют жизни другого человека именно собой. И себя измеряют тоже собой. Это вот этот гуманизм, природа гуманизма. Вот здесь апостол Павел говорит в 12 стихе, во второй части этого стиха. «Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно». Вот подумайте, кто критерием истины является для человека мирского? Кто? Он сам. Потому что он сам постоянно говорит. Что он говорит? «Я, я, я и вот этот плохой». А почему он плохой? Потому что я так решил для себя. Я решил, что он плохой. Он собой измеряет, понимаете? Кем мы должны измерять? Мы должны только давать такую, именно, это привилегия Бога, только Бог может измерять. Потому что у Него критерий истины. Потому что Он является истиной. Все остальные, понимаете, только могут пристрастно оценивать жизнь другого человека. Здесь, конечно, и как я уже говорил в начале, что апостол Павел вынужден говорить о каких-то сокровенных вещах в своей жизни. И он вынужден говорить о своих подвигах коринфским христианам. Тут перечисляет он свои подвиги о том, что он был, он страдал за Христа, что его избивали палками, побивали камнями. Вот. И все, конечно, это он вынужден был сказать только для чего? Для того, чтобы вразумить коринфских христиан, которые увлеклись лжеучениями, лжеапостолов, которых было тогда в достатке именно в коринфской церкви. Почему? Потому что коринф был торговым центром, культурным в каком-то смысле центром именно Греции. И поэтому он говорит о том, кто он, и что у него есть все признаки истинного апостольства. И он в данном случае даже говорит такие слова в 11 главе, первый стих. «Ой, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы и снисходите ко мне». То есть он одновременно говорит, вы и снисходительны, но в то же время все равно не понимаете. А почему он о неразумии своем говорит? Потому что ему очень не хочется говорить о своих добродетелях, но он вынужден сказать об этих добродетелях. Это знаете, как иногда родители вынуждены сказать о своих каких-то правильных взглядах, каких-то правильных поступках для того, чтобы вразумить детей. Тогда они вынуждены сказать. Ну вот, ну нельзя же так. Вот я в твое время там, конечно, дети, особенно современные, палец в рот не клади, понимаете. Поэтому они тоже не всегда это адекватно и правильно воспринимают. Но приходится использовать всякие меры для того, чтобы достигнуть каких-то положительных результатов. В данном случае он говорит, что я хвалюсь не чужими трудами, а своими. Это в 15 стихе 10 главы. Так, и о лжеучителях он говорит, что они проповедуют другого Иисуса, не того Иисуса, о котором я вам говорю. Ну в смысле не того, не в том смысле, что вообще говорят о каком-то другом, не из Назарета, а в том, что они образ его преподносят неправильно. И он 14 стих, это известные выражения апостола Павла. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. Это 11 глава, 14 стих. Потому что действительно, и не только вот лжеучителя могут принимать образ истинного апостола, но даже сам сатана может принимать вид ангела света. Конечно, это является определенным таким вот важным обоснованием того, что у Церкви есть учение о прелести. Учение о прелести – это учение, которое очень критично относится к духовному опыту человека. То есть оно проверяет всегда подлинность опыта духовного. Потому что, как замечательно, Высоцкий сказал такие слова, говорит, не все, что сверху от Бога. Простые слова, но в принципе они адекватно отражают духовную суть. Потому что, помните, Спаситель однажды ученикам сказал, «Я видел сатану, как молнию спадшего с неба». То есть кто-то мог бы принять вот это падение Деницы как нисхождение ангела, понимаете, к человечеству. А он сказал, это падение было, понимаете. Поэтому нужно понимать, что не то, что проявляет себя как вот духовное, оно является всегда положительным. Это очень важно как бы понимать. «К стыду говорю, что на это у нас недостаточно, а если кто смеет хвалиться, чем-либо, то скажу по неразумию. Смею и я». Ну и он тоже перечисляет здесь вот эти свои добродетели. Начиная с 22 стиха 11 главы до 29 включительно. А в конце все-таки он пишет, «Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моей». Вот немощью моей. Вот. Ну и сейчас мы перейдем к такому очень, к такой загадочной достаточно главе. 12 глава, читаем. «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле или не знаю, вне тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться, собой уже не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, я не буду неразумен, потому что скажу истину, но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, довольна для тебя благодатью моей, ибо сила моя совершается в немощи. Потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушиствую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснении за креста. Ибо когда я немощен, тогда я силен. Ну вот, давайте попытаемся более подробно поговорить о его откровениях. Понимаете, духовная жизнь такая сложная вещь, сложная потому, что она предполагает определенное восхождение. Вот часто святые отцы сравнивают духовное восхождение подвижника с восхождением пророка Моисея на гору Синай. Как бы он постепенно входил. Помните, все-то остальные остались внизу, и только он восходил. И причем гора, она была в таком состоянии каком-то вот возбужденном, потому что Господь сотрясал эту гору, она раскалялась, она там покрывалась трещинами и так далее. То есть, то, что видели израильтяне с долины, вот, оно, конечно же, их потрясало. И вот пророк Моисей направился именно туда, вот в этот божественный мрак, как его описывают именно святые отцы мистики наши. О чем вообще, понимаете, вот, вернее, вот этот образ, если мы его примем, вот этот образ для объяснения духовного развития святых отцов. Вот, в частности, Семен Новый Богослов, он говорит о мистических озарениях. Часто, почему его богословом называют? Причем нужно отметить, что немногих святых называют богословами. Нет, церковь называют немногих святых словами. То есть, первый Иоанн Богослов нам известный, причем потому, что он тоже был исполнен особыми откровениями от Бога. И потом Григорий Богослов, вот, и Семен Новый Богослов. Вообще, три всего богослова, как бы, есть у нас в церкви, которых именно церковь наименовала богослов. Ну вот, Семен Новый Богослов действительно был удивительным мистиком. Он, конечно же, переживал от Бога очень много откровений, озарений. И вот, в частности, это называется экстазом. Экстаз, экстази, экстаси. Вот, это буквально выход в переводе. Это выход, исхождение, иступление, иступить, то есть выступить откуда-то. Конечно, само слово, оно имеет как отрицательный оттенок, так и положительный. Ну, как и любое слово, понимаете. Мы можем наполнить, вот, вот, например, для кого-то Богом является мамона, чрево, там, понимаете, как говорит апостол Павел, а для кого-то Богом является истинный Бог Господь Божий. Также и слово экстаз, оно имеет, скажем так, не христианское происхождение. Еще античные философы употребляли это слово. То есть и наркоманы тоже говорят, и люди сексуально развращенные тоже говорят об экстазах. Вот, поэтому мы должны просто понять, что само слово, оно как бы невиновное. Это просто люди, это слово, ну, сделали, скажем так, разменной монетой. Но вот именно в христианском опыте экстаз, это состояние такое чрезвычайное, когда человек переживает что-то необычное, мистическое. Вот, в данном случае говоря, о положительном опыте мистическом. И вот апостол Павел говорит, вот я не знаю, был я в теле при этом или вне тела. Вот он не знает. Почему? Потому что, первое, вот то, что как бы открыто для нас, вот у нас есть мистический опыт, это что за опыт? Это молитва наша. Вот мы молимся. Вот мы что-то чувствуем вообще, когда мы молимся или нет? Вот когда-то чувствуем, когда-то не чувствуем, правда? А иногда мы очень чувствуем. Вот что-то вот наше сердце подсказывает нам, вот, что Бог как-то близок к нам. Вот он протягивает руку, вот он слышит нас. Вот каждое слово как будто вот мы понимаем, что Бог вот внемлет каждому слову. Знаете, когда мы общаемся с внимательными слушателями, не с ним и не с внимательными. Мы чувствуем, правда, по глазам, по каким-то... Он начинает шоркаться, там, понимаете, еще там что-то, отвлекаться и так далее. А есть вот внимательность, он внимает очень тому, о чем мы говорим. Вот также, понимаете, в какие-то моменты молитвы мы чувствуем, Бог нас слышит. Он внимательно вслушивается в наши слова. Почему? Потому что адекватно мы тоже слышим себя, вот очень важно понимать. Вот Бог начинает, как бы, мы, вернее сказать, начинаем ощущать, что Бог слышит нас, когда мы слышим себя вообще, то, что мы говорим. А когда мы говорим, как, понимаете, в пустоту, то, понимаете, как может Бог слышать, если мы не слышим то, что мы говорим. Вот если мы будем представить себя в диалоге, вот в обычном нормальном человеческом диалоге, если мы будем говорить и будем неискренне это говорить, будем говорить, знаете, так, лишь бы отговориться, понимаете, отгавкаться, понимаете, как в народе говорят. Понимаете, ну и что? Человек же это не будет, он же тоже не будет воспринимать это. Понимаете, он говорит, ну, лишь бы, понимаете, вот этот отговорил, а те отслушали. Это вот как, помните, в советские времена на собраниях, вот советских, вот эти, компартии и так далее. Понимаете? А вот такая молитва где-то, понимаете, у нас получается. Потому что мы говорим, потому что мы должны выговориться. Так, значит, по правилам. Молитвенное правило это мы называем, выговориться. Выговорились там. А иногда мы так выговариваемся, что даже если спросить, а что-то вот молитва, вот последние слова, ты помнишь, что ты сказал вообще Богу? Человек не помнит. Понимаете? Вот его молитва, понимаете, как Бог может слышать, если мы не слышим вообще, что мы говорим, кому мы говорим. Поэтому начинается, прежде всего, вот внимательная молитва есть такое. А вот после внимательной молитвы идет чистая молитва, понимаете? Чистая молитва, когда человек уже не только внимательно, она сосредоточена, читает молитву, но и эта молитва уже не тревожится помыслами. Мы уже настолько погружаемся именно в слова молитвы, что как бы помыслы нас не тревожат. Вот, к примеру, как вот оно бывает в нашей жизни, так то, чтобы было понятно. Если нас что-то не интересует, да, вот что-то, и то, что нас интересует, вот две вещи. Вот что-то интересует и что-то не интересует. Вот если что-то интересует, мы вот поглощаемся полностью этим, и при этом может параллельно звучать то, что нас не интересует, мы не будем отвлекаться. Если предмет интереса очень глубокий, вот настолько вот он нас полностью, вот нам сказали, что мы выиграли миллион, понимаете, и там просто нужно только формальности оформить, понимаете. И тут говорят, вот знаешь, что там какие-то дешевые вещи продают, понимаете, при этом. Например, вот человек вот такая вот уже. Конечно, его это интересовать не будет, и будет только это. Потому что где сокровище ваше, там что? Есть сердце ваше. А почему нас интересуют помыслы, вот которые мы, когда мы читаем, потому что это, к этому всему привязана наша душа. Понимаете? Они отвлекают не потому, что, понимаете, они такие сильные, а потому что мы просто слабые, потому что нам-то еще это интересно. И вот чистая молитва, это когда это уже ничего не отвлекает нас. Все, мы вначале внимательно молимся, потом чистая молитва. А вот потом, после чистой молитвы появляется духовная молитва, называется. Даже она и не молитвой называют, просто у разных отцов разная терминология. А у некоторых это называется созерцание, феория греческая. Вот есть такое теория слова, теория. Теос Бог, пора созерцать. Созерцание Бога в переводе вообще. Хотя используется слово в научном обиходе. Вот теория такая, это теория такая. Она сам изначально, это вообще созерцание Бога в переводе. Феос Бог, теос Бог. И вот, созерцание. Вот созерцание, понимаете, я бы как бы не говорил об этих вещах, потому что я сам далекий человек от этого, понимаете. И, конечно, мы как бы по своему устройству жизни, мы далеки. Но поскольку мы изучаем священное писание, и как бы я в силу того, что я что-то знаю, потому что я читаю, но не потому что я причастен к этому своей какой-то жизнью личной, я просто как бы скажу дальше, что святые отцы нам говорят. Вот это созерцание, созерцание, оно, конечно, у разных отцов по-разному называется. Ну, кого-то называется, скажем, трезвое опьянение у святых отцов. Трезвое опьянение. Вот, ну, если человек выпил, вот, он может быть при этом трезвым? Что? Не может. Вот как, понимаете, вот одно с другим, вот, совместить трезвое и опьянение? А вот невозможно. И поэтому святые отцы именно вот говорят, что, в частности, Григорий Низкий, он так говорит о созерцании, потому что, когда... А, кстати, вот это именно состояние, оно сопряжено с экстазом, то есть с выходом. Уже человек не молится в этом состоянии. Почему? Потому что он уже созерцает Бога. Он уже находится, как бы вот, вот как мы видим друг друга, понимаете? И там, вот когда люди находятся в каком-то особом возвышенном состоянии, им даже говорить ничего не нужно. Они так без слов друг друга понимают. То есть, как-то один святой отец, пустынник, сказал, что, говорит, как ему... Зачем мне ему говорить что-то? Там епископ должен был приехать в пустыню. А его попросили слово сказать. Он говорит, если он не поймет моего молчания, то зачем ему мои слова? Потому что состояние молчания, оно как бы выше. Потому что состояние молчания, это, понимаете, это не просто какое-то глупое молчание. Хотя и глупое молчание тоже о чем-то говорит. Именно о глупости человека. Вот особенно, когда его, скажем, вызывает какого-то ученика, который уже в третий раз не может сдать предмет, вот, это уже глупое молчание, понимаете, возле доски. А вот умное молчание, это когда он понимает, что любое слово, какое он будет использовать для выражения своего опыта, оно будет ложным. Помните, даже тючек, по-моему, сказал, что мысли, выраженные словом, это что, ложь. Невозможно адекватно выразить духовный опыт. Вот просто тут лучше промолчать и все. Или когда человек встречает какой-то, вот, ну, я не знаю, ну, может быть, ну, оказался человек где-нибудь там, какой-то прекрасный водопад, вот, Ниагара, понимаете. И вот два человека впервые видят, понимаете, этот водопад. И вот один смотрит, и он потрясен этим видением, а другой говорит, смотри, как это прекрасно. Говорит, слушай, помолчи, пожалуйста. То есть, понимаете, вот не нужны никакие объяснения. Потому что если ты с чем-то прекрасным, тут объяснять ничего не нужно. Твоя душа переполняется, слова излишни. Они вообще оскверняют вот этот опыт восприятеля. И еще так же называется бодрственный сон, вот, созерцание. Вот бодрственный сон. Если мы спим, то, понятное дело, мы уже не бодрствуем. А вот здесь сон, почему? Потому что, как бы, происходит вот, как бы, сон по отношению к миру, сон. То есть, мы, как бы, его не воспринимаем. Вообще, вот, если даже человек оказался, вот, вот, водопад Ниагарский, и вот здесь же, вот, был охвачен созерцанием, вот, он оказался бы в состоянии духовного экстаза святой какой-нибудь, то вот это видение Ниагарского водопада не потрясло бы человека. Если бы он вот сейчас увидел именно божественную славу, божественный свет, все, он бы уснул для видения этого земного, и он только бодрствовал бы перед, именно, красотой духовного. И точно так же и трезвое опьянение. То есть, трезвость при, как бы, внешнем каком-то опьянении, человек, как бы, вне себя. Он неадекватен с точки зрения, вот, если бы его потревожили, когда Серафима Саровского, когда он вошел в иступление, помните, когда он совершал литургию однажды, когда он еще был диаконом, вот, и в алтаре его постигло духовное озарение. И он все, он неадекватен был по отношению к этому миру. И его отвели в сторону, потому что он настолько переживал глубоко именно присутствие Божие, что он присутствие людей уже не переживал в этом мире. И, конечно, вот эти все состояния Семен Богослов называет, говорит, состояниями созерцания для новоначальной, представьте себе. И вот в данном случае созерцание апостола Павла, вот то, что он говорит, да, это созерцание новоначального. Апостол Павел новоначальный. Почему? Потому что апостол, простите, Семен Новый Богослов говорит о уже другой степени для совершенных созерцания. Он говорит, если человек охвачен Божественным Светом уже в совершенном состоянии, то, значит, он одновременно находится и здесь, и там. А вот несовершенный, то есть, это для него он может несовершеннее. Но для нас, Господи, что это такое? Мы чистой молитвы не имеем, да какой чистой внимательной молитвы не имеем? А тут о созерцаниях каких-то идет речь, понимаете? Я просто говорю, потому что мы должны понимать, что это не так все как бы просто, то есть это постепенное восхождение подвижника на вот эту гору Сенаре, где Господь ожидает человека с его откровением. И он настолько становится и здесь, и там, вот в совершенном своем состоянии. И вот это, если апостол говорит, я не знаю, в теле я был или не в теле, вообще ничего человек не понимал, что с ним происходит, то в совершенном состоянии он понимает, он в теле был или не в теле. Происходит исцеление натуры человека. Вот исцеление натуры, это когда соединяется ум и сердце, вот соединяется вот исцеление Божьим. Вот мы говорим, ой, мы умом понимаем, а сердце ничего сделать не можем. То есть внутри нас постоянно какой-то вот такой, понимаете, антропологический конфликт. Мы как бы своим человеческим существом неадекватно воспринимаем окружающий мир. То есть вот это вроде и слушается, это не слушается, а вот это вроде понимает. А тело, так оно вообще постоянно хочет кушать или спать, или что-то еще. То есть это постоянный раздрай внутри самого человека. А вот когда происходит вот именно вот это созерцание, в совершенном состоянии, то человек становится настолько единым. Когда он созерцает ушами, когда он видит устами своими, то есть когда он становится настолько целостным, что мы себе даже представить этого не можем, мы только можем читать из опыта Святых Отцов, что происходит. Поэтому вот в данном случае нужно как бы отметить, что еще такое вот, мне кажется, важное определение состояния экстаза у Григория Низского есть устремление вперед. Устремление вперед. Помните, я переводил как-то этимологию, слово феос, бог. Феос происходит от глагола февго – уходить. То есть бог – это существо, которое постоянно уходит от человека. Вот кажется, мы-то знаем другой отец, он всегда вроде приходит к человеку, а здесь он как бы уходит постоянно. Почему он уходит от человека? Потому что он как бы втягивает человека в свою жизнь, он как бы дальше говорит, идем, идем, еще больше покажу, этим еще больше открою, ну давай, идем. Нельзя стоять на месте. Вот последствия застоя, значит, мы видим именно в жизни сатаны. Он зациклился на себе, он посмотрел, ой, какой я совершенный, я так прекрасен, как утренняя звезда, я светоносный Люцифер, я сам свет. И вот это, понимаете, вот этот эгоцентризм, когда он перенес внимание созерцание с Бога на себя, то есть он уже не за Богом двигался в неизвестность, в тайну, а он обратил внимание только на себя. И вот когда вот это произошло, самообращенность, произошло падение. Ну что, а что, обожился, так ему показалось, да? Ему показалось, да, что он уже Бог. Почему именно Архангел говорил, помните, какие слова произнес? И эти слова стали его именем, Архангела Гаврила. Простите, не говорил, Михаила. Михаил, как с еврейского переводится? Значит, никто как Бог. Помните, никто как Бог. То есть он сатане Люциферу, он сказал, никто как Бог. Почему он эти слова сказал? Потому что Люцифер сказал, я как Бог. А ему сказал, нет, никто как Бог, нет Бога, кроме Бога. И если человек становится Богом, то он по благодати становится. Потому что благодаря дарам становится. Это знаете, как царем, понимаете, сын крестьянки может стать только потому, что ему царь даст это царство. И вот, а если не даст, значит, он останется сыном крестьянки. Вот Бог делится с человеком царством, Бог делится своим, всем, понимаете. Он дает человеку, чтобы мы нищие обогатились им. Вот в чем, понимаете, красота вот этой, понимаете, именно духовности. То есть это все настолько человечное, это все настолько, понимаете, прекрасно, что вот мы, понимаете, становимся тем, кем мы становимся только потому, что Бог дар нам дал. И мы это должны дар принять. Вы знаете, как вот мы подходим под благословение к священнику, вот так руки вот, открывая руки, чтобы священник положил благословение. Через благословляющую десницу Иерея мы получаем благодать. Мы лапзаем, понимаете, эту благодать. Потому что священник, он является именно служителем, служителем алтаря, там, где, понимаете, Господь, понимаете, туда Господь не спосылает свои дары. И вот мы принимаем эти дары через священнослужителей. И, конечно, еще Григорий Низкий называет это бесстрастной любовью в состоянии экстаза. Вот мы же понимаем, что любовь – это страсть, это когда человек рвет на части, понимаете. Это в основном так понимает люди, ой, любовь, вот это была любовь, мы так любили друг друга. И начинаются рассказы о любви. И понимаете, о чем идет речь? Идет речь о том, что, понимаете, человеку покоя ни днем, ни ночью нет. О том, что учиться не хочу, работать не хочу, я только хочу любить. Понимаете? И часто родители говорят, ну, берите друг друга за руки и, значит, идите любите друг друга. И что? Они в результате ничего не имеют, понимаете. Они не умеют обустроить свою жизнь. Вот это доказательство любви нет, понимаете. То, о чем мы говорим, доказательство любви должно быть. Потому что пылкость чувств, вот я на прошлой лекции говорил о том, что часто отождествляют любовь с пылкостью чувств. А что такое пылкость чувств? Ну, у нас сегодня есть эта пылкость чувств, а завтра, понимаете, нет. И что тогда? Значит, и любви нет. Поэтому бесстрастная любовь. То есть вот состояние созерцания, состояние бесстрастной любви. Ну, опять-таки, это процесс восхождения. И здесь он говорит о том, что Господь дал мне жало в плоть, ангела сатане, дабы я не превозносился. Представляете? Апостол Павел превозносился где-то внутри. Вот я же лучше Петра, может быть, апостола. А может, я лучше и апостола, и Анна. Кто знает, какие мысли приходили человеку. Человеку разные мысли могут приходить. И вот до того, чтобы он не превозносился, почему святые отцы все были страдальцами? То есть они всегда переживали какие-то скорби. Ангела сатанина дал. Значит, мне жало в плоть, удучать меня, чтобы я не превозносился. А сейчас попробую кого-то, Господь только попытается немножко ущипнуть, чуть-чуть. Ой, сколько визгу появляется. Ой, а зачем это ты... Представительница, я не знаю, что я буду с участвовать.